Приветствую, с вами Павел Колесов. Надеюсь, вы знаете, скоро у нас открывается окно продаж одного из самых сильных, самых мощных моих тренингов практика самогипноза 4, устранение внутренних конфликтов, самосаботажа, прокрастинации, лени, комплексов и страхов. В связи с этим к нам в нашу группу поддержки приходит достаточно много вопросов. По e-mail нам тикеты создают, по телефону разные вопросы создают. Я решил, что, наверное, как-то каждому человеку отвечать одно и то же. Это, ну, лично меня достает, лично я устаю, поэтому я решил записать специальный видеокаст, специальное видео для вас, в котором я постараюсь ответить на все эти вопросы, которые к нам поступили. Если у вас будут какие-то дополнительные вопросы под этим видео, вы можете их написать в комментариях, я на них тоже постараюсь ответить, чтобы развеять все ваши сомнения. Итак. На чем основаны ваши тренинги, Павел Брисович? На чем они работают? На чем основаны мои тренинги? Ну, кратенькая предыстория. К 2003 году, к 2013 году я достиг своеобразного потолка. То есть я там развялся, развялся, развялся и вышел на уровень, который я не мог перепрыгнуть, несмотря на все мои усилия. И несмотря на то, что у меня прописывался там с целью желания при помощи тренинга с бычьей мечт, как-то оно работало сильно медленнее, чем мне хотелось бы. Я стал разбираться с чем это связано и вышел на тему внутренних конфликтов. Того, что у человека его цели и желания могут не сбываться, ну, по крайней мере, по трем, в трех случаях. Первое. Когда человек себе вообще никаких целей не ставит, ну, если человек себе цели не ставит, ну, извините, он лох. Лох педальный, он идиот, который надеется непонятно на что. А это самая частая ошибка. Процентов 70-80 людей с целей в жизни себя вообще не ставят, потом удивляются, а что это мне не везет, а что это мои мечты не исполняются, а что это мне ничего не получается. Это первая ошибка. Вторая ошибка – это если человек, Ром, чуть помедленнее, если человек свои цели ставит, но он формулирует их неправильно, криво, косо, и обучать цели так, чтобы они у вас легко сбывались, я обучаю на тренинге с бычьей мечт. И там берете, прописываете свои цели по шагам, по определенному алгоритму, и у вас они вот автоматически в течение года сбываются. Но здесь есть одно важное уточнение, важное ограничение. Такие цели, они легко сбываются, если они находятся в пределах как-то плюс-минус вашей зоны комфорта. Потому что если у вас зона комфорта вот такая вот, а цель у вас находится вот здесь вот, и вам, чтобы сделать до нее нужно пройти там 30 тысяч шагов, автоматически, скорее всего, она не сбудется. Не потому что в мире нет ресурсов, не потому что там вам может не повезти, просто потому что у вас, скорее всего, в мозгу стоят какие-то ограничения на то, что возможно, то что невозможно, на то, что реально, то что нереально. И зачастую человек сам себя тормозит. Тормозят человека внутренние конфликты. Это третья причина, почему у людей не сбываются какие-то их цели и их мечты. Почему у полных людей наличитый лишний вес, почему женщина не может выйти замуж, почему человек не может увеличить свои доходы. В основе, ну, по крайней мере, когда я коуч как брался, всегда лежали какие-то внутренние конфликты. Когда у человека был своеобразный тени-толкай, когда, с одной стороны, он хочет получить эту цель, а с другой стороны, он этого боится. И вот такой вот тени-толкай, собственно, и не дает ему идти вперед. Создает как раз вот стеклянный потолок, который зачастую невозможно пробить. Когда я, в общем, до этого дошел, я стал разбираться, как это можно делать. И, собственно, из этого и родился мой тренинг, практика самогипноза в стране внутренних конфликтов. То есть это была моя боль. То есть, блин, вот то, что я хотел, у меня не сбывалось. Мне пришлось найти, разработать, изобрести, придумать инструменты, которые позволили мне реализовать, ну, естественно, не все части моих цели. Роман, вот можешь меня снять от головы до ног? Вот сейчас вы меня можете видеть. Сейчас я нахожусь в весе, сегодня я взвешился 87 килограмм. В этом весе я не был 20 лет. Последний раз я столько весил, когда я учился на третьем-четвертом курсе. После этого, можете посмотреть, какой я был год назад, я там был весе примерно 115 килограмм. Сейчас будет вставочка из прошлогоднего видео. Посмотрите, пожалуйста. Приветствую. С вами Павел Колесов. У нас скоро начинается тренинг практика самогипноза 4 о строении внутренних конфликтов и самосаботаже. И в связи с этим тренингом ко мне в службу поддержку по e-mail приходит очень много разных вопросов от моих клиентов, которые интересуются, что это будет, как это будет происходить. И я решил, что мне, в общем, чем отвечать каждому, лучше и проще будет записать одно интервью для всех и выложить, чтобы вы могли узнать ответы и на свои вопросы, и на эти вопросы, которые, возможно, вас интересуют. Потому что мне кажется, когда отвечаешь вживую через видео, информация доходит лучше, чем когда пишешь по e-mail. Итак, за счет чего это стало возможно? За счет того, что я разобрался, какие тараканы в голове удерживали у меня личный вес, и так вот подкручивал им голову, и, как видите, результат налицо. У американцев есть отличная поговорка «Show me the money!» «Покажи мне деньги!» То есть, покажи мне результат. Мой результат того, что, в общем, технология строения внутренних конфликтов реально работает, тот он перед вашими глазами. Причем, эта технология, как выяснилось, она работает на всех. Вот у нас сейчас, вот прямо сейчас, когда я записываю это видео, идет тренинг «Прекрасная фигура», где мы обучаем, ну, в основном, женщины, там есть несколько мужчин, как быть стройными. Я там дал две простых техники. Одна техника, которая останавливает бесконечный жор, потому что почему полные люди едят слишком много. А вторая техника устраняет тягу к сладкому. Две техники по 15 минут, и все. Уходит жор, уходит тяга к сладкому. Я специально спросил, то есть, по-моему, четыре дня назад я давал технику устранения тяги к сладкому. Сегодня я спрашиваю участниц тренинга, они говорят, раньше я там съедал, там вот, вазочку варенья и вазочку конфет, а сейчас, говорит, я наедаюсь одной маленькой конфеткой. Вот так вот хватает. Когда вы устраняете внутренние конфликты, ваша жизнь становится сильно проще, ваша жизнь становится сильно легче. Техники устранения внутренних конфликтов я помаленьку вкручиваю практически во все мои тренинги. В самгипноз третий, в самгипноз первый, в музу. Но вот вся ядерная основная технология, как у себя защищать внутренние конфликты, я, собственно, излагаю как раз в тренинге практика самгипноза 4 устранения внутренних конфликтов. Там вот самый основной инструмент, естественно, за то время, пока с момента проведения первопотока я наработал новые фишки, новые инструменты. Самое полное вообще, все, что я про это знаю, будет у нас на живом выездном тренинге «Золотой коучинг» на Алтай. Я там вот 10 дней с утра до вечера буду, в общем, вправлять вам шифер и обучать вас работать самим собой. Но я отлично понимаю, что, возможно, не у всех людей получится приехать на Алтай на 10 дней. Может быть, по финансовым причинам, может быть, по временным причинам. Поэтому для абсолютно всех людей, не важно, где вы живете, не важно, в какой стране вы живете, не важно, какой у вас часовой пояс, я провожу интернет-тренинг «Практика самгипноза 4». Все записи у нас будут уже лежать на сайте, у нас будут живые касты, в которых я буду отвечать на ваши вопросы, выдавать новые фишки, новые техники, вам никуда не нужно будет ехать. Вы сможете проходить этот тренинг дома. Чтобы не быть голословным, под этим видео находится ссылка на страницу предварительной регистрации на тренинг. Там уже выложены отзывы людей, которые уже проходили у меня этот тренинг, уже проходили этот вебинар. Можете посмотреть, какие они потрясающие результаты получили. Потому что, когда вы убираете внутренние преграды, у вас цель начинает сбываться вот так вот, буквально по щелку пальцев. Я вот не люблю пробивать головой стены, я пробовал, у меня это даже получалось, мне это не нравится. Я вот люблю, что так вот, апс, и ты перестал жрать. Апс, и у тебя ушла тяга к сладкому. Апс, и у тебя за месяц минус 12 килограмм. Придно, что, как видите, чувствую себя отлично. Именно так работает технология устроения внутренних конфликтов. Именно на этом основан тренинг «Практика самгипноза 4». Не вредили ли самогипноз для человека? Хороший вопрос. У каждого человека мы с вами живем в трех базовых физиологических состояниях. Первое состояние – это состояние бодрствования, когда вы активно думаете разумом. Второе – состояние сна, когда вы спокойно спите. И третье состояние – это состояние транса, когда у вас сознание приглушено, и организм занимается восстановлением вашей физиологии, восстановлением вашего здоровья. Поэтому, если человек не выделяет себе время на сон, если он не высыпается, если он не позволяет себе… У нас называется трансы, у нас называется самогипноз, в других традициях называется медитацией. Если человек не занимается такими практиками, у него начинает здоровье рушиться. Неизбежно такой человек, который игнорирует потребность тела, просто посидеть с закрытыми глазами, он попытает состояние синдрома хронической усталости. Когда человек выгорает, когда ему вообще ничего от жизни не хочется, когда он с таким выражением лица смотрит на окружающий мир, когда ему погано. То есть, вот так вот. У вас такое состояние – это означает одно из двух. Либо вы уже попали в синдром хронической усталости, синдром выгорания, и это легко снимается. Моим тренингом «Практика самогипноз-1». Это самая первая ступень для людей, которые хотят освоить самогипноз. Либо вариант номер два. Извлекает вот такая вот морда. Если у человека внутри находится очень много конфликтов, человек сам с собой воюет, и наружу это проявляется как раз в виде опущенных уголков губ, депрессии, плохого настроения, плохого самочувствия, низких заработков и так далее. Потому что надо понимать, когда у человека идут внутренние конфликты, происходит что? У человека есть часть его души, часть его психики, которая на себя это отторгает, отпихивает. И эта часть ему начинает мстить. Иногда явно, иногда втихаря. В общем, собственно, как раз когда человек отторгает часть себя, это и приводит к внутренним конфликтам. И до тех пор, пока вы отрицаете себя, до тех пор, пока вы ненавидите части своей личности, своей души, счастья в вашей жизни не будет. При этом абсолютно не важно, сколько у вас будет денег, сколько у вас будет любовни, сколько у вас будет миллионов, миллиардов, триллионов рублей или долларов. На счету это совершенно не важно. До тех пор, пока вы не научитесь принимать себя, до тех пор, пока вы не научитесь наводить мир в своей душе, никакие внешние достижения вам это не компенсируют. Потому что поймите, пожалуйста, дорогие мои хорошие, от себя вы никуда не убежите. От себя убежать невозможно. От себя убежать невозможно ни в другой брак, ни в другой город, ни в другую страну, ни на другую работу. Вы всегда будете с собой. И вот если вы попытаетесь убежать куда-нибудь в другие отношения, на другую работу, вы просто туда перетащите свои внутренние конфликты. И у вас будет там все точно так же хреново. Нужно заниматься собой. Потому что когда вы занимаетесь собой, ты начинаешь чувствовать, что жизнь хорошо. Что по большому счету не так важно то, что происходит снаружи. Ну то есть это интересная штука, но когда у тебя в душе миропокой, ты совершенно спокойно понимаешь. Я справлюсь с любыми жизненными задачами. Да, это может быть что-то не радует, что-то не нравится, какой-то геморрой. Но я справлюсь. Почему? Потому что в душе есть целостность. И вот это самое главное, к чему я сейчас веду людей при помощи моих тренингов. Сам гипноз 4, мастерская о строении внутренних конфликтов, золотой коучинг, обретение целостности души. Потому что когда у вас это есть, у вас начинает так вот все сбываться. Потому что вы убираете внутренние барьеры, которые находятся внутри вас. И вот возвращаясь к вопросу, не вреден ли самогипноз. Отсутствие самогипноза, вот это вредно реально. Те, кто занимается регулярным самогипнозом, они бодры, веселы, энергичны. И у них, как правило, хорошее настроение. Почему? Потому что они платят себе отдыхом, платят себе трансами. И это как раз и создает хорошее самочувствие, хорошее настроение. Не станет ли мне хуже после прохождения тренинга? Хороший вопрос. Скажем так, у нас этот тренинг идет с осени 2013 года. У нас там прошло, я посмотрел, несколько сотен человек. До сих пор не было ни одного контрпримера, чтобы человеку становилось хуже. Если вы просто берете, тупо выполняете по шагам те инструкции, которые будут на тренинге. Вот написано, сделать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вам будет становиться хорошо. Потому что вы будете отпускать те внутренние барьеры, те внутренние ограничения, которые до сих пор находились у вас в теле, у вас в голове. Как понять, что у вас есть внутренний конфликт? Очень плохо, очень просто. Вот такое выражение лица эмоциональное. Еще один критерий. Если вы живете постоянно в ситуации напряжения, тут физически, там, вот, тело напряжено, руки напряжены, дыхание зажато, очень часто в области солнечного сплетения возникает зажим, там, подавленный гнев. До сих пор, пока вы пытаетесь себе вот эти вот все эмоции загасить, пока их пытаетесь подавить, они будут у вас рваться наружу. Это как раз создает внутренний конфликт. Подавление внутренних конфликтов пожирает огромное количество энергии. Потом люди являются, а чего это у меня нет энергии, чего это все плохо? Они надо с собой воевать, с собой надо дружить. Насколько долгосрочным будет эффект от тренинга? Хороший вопрос. Опять же, не обязательно верить мне на слово. Вот под этим видео находится ссылочка на страницу предварительной регистрации. Зайдите, почитайте отзывы людей. Потому что у меня есть люди, которые прошли самогипноз 4 за 2 недели, есть люди, которые прошли за 2 месяца, есть люди, которые прорабатывали по полгода. Как вы думаете, полгода это достаточный срок, чтобы оценить результаты от тренинга? Мне кажется, что это вполне достаточный. Если вы берете и выходите на сердцевину внутреннего конфликта, и его удаляете, его устраняете, то, что наросло на базовой психотравме, оно рассыпается как карточный домик. И вы получаете абсолютно новую для себя жизнь. Возможно ли откаты? Да, возможно. Потому что хочу сразу предупредить. Жизнь, Вселенная, Господь, Бог, мир, назовите, как хотите, будет устраивать вам проверки. То есть вы взяли у себя внутренний конфликт, устранили, запустили новую программу. Где-то там 1-2-3 раза вас будут проверять. Ставить в те же самые ситуации, где раньше у вас этот внутренний конфликт всплывал. И смотреть, а как вы среагируете? Если вы будете реагировать старым привычным способом, ну, значит, вы на самом деле не разрешили до конца внутренний конфликт. Значит, вы не решили для себя, что все, хватит мне этого дерьма, я отказываюсь, я принимаю для себя новый сценарий жизни. Но если вы спокойно проходите, понимаете, ага, так, сейчас идет проверочка, и моя задача просто придерживаться нового сценария жизни. Спокойно, радостно, с удовольствием. В общем, на что вы там договаривались, с чем вы выходили. Если вы реагируете так, где-то обычно после третьей проверки, все, новый сценарий надежно входит в вашу жизнь навсегда. Ну, навсегда, в смысле, до тех пор, пока вы не передумаете. Принять какое-то новое решение и запустить какую-то новую программу в своей жизни. Причем, чем мне нравятся технологии устроения внутренних конфликтов? Тем, что она работает очень быстро. То, что в других традициях, там, в психоанализ, это десятки лет психоанализа, дештальтерапия, это десятки встреч по гештальту, технологии устроения внутренних конфликтов за одну-две сессии, за одну-две техники можно взять и вычистить то дерьмо, которое мешало вам жить годами и десятилетиями. Потому что я за эффективность, я люблю, чтобы вот раз-два и в дамках, раз-два и в дамках. Поэтому я ищу и нахожу самые простые, легкие, быстрые, экологичные, приятные, долгосрочные способы изменения своей жизни. Как понять, что мне нужен именно этот тренинг? Хороший вопрос. Первое. Если вас ваша жизнь не радует. Из-за чего вас ваша жизнь не радует? Потому что как раз у вас вот сами с собой воюете, сами с собой не можете договориться. Второе. Если у вас большое количество зажимов, внутренних конфликтов, осознается это обычно как отсутствие энергии. Потому что когда вы сами с собой постоянно воюете, это отнимает бездну энергии, отнимает нереальное количество сил. Когда вы эту войну устраняете, вот та энергия, которая у вас раньше шла на подавление вот этих всех конфликтов, вы ее можете впустить в секс, в отношения, в зарабатывание денег, в карьеру, в то, что улучшает свое состояние здоровья. Третий критерий. Если у вас есть какие-то цели, и вы их не можете достичь в течение года или там уже двух лет. Ну, года еще ладно, но если вы чего-то на самом деле хотите, то есть вы поставили цель, и вы поставили цель правильно, ну, по технологии сбыча мечт, и в течение двух лет она у вас не реализуется, я вот даю вам стопроцентную гарантию, у вас есть внутренний конфликт. Его нужно устранять, потому что до сих пор пока вот этот барьер внутри своей психики вы не устраните, ничего в вашей жизни не изменится. Так будете долбиться башкой в эту стеклянную дверь, не понимая, что эта стеклянная дверь, она не снаружи, она внутри. В этом опасность внутренних конфликтов. То, что преграды, они не во внешнем мире, они находятся внутри вашей черепушки, внутри вашего мозга, внутри вашего сознания. И вот мы про это говорили на психосоматике, точно так же, как психосоматический человек может сам себя угандошить, точно так же сам себя может восстановить, организм может сам себя восстановить. Точно так же надо понимать, что внутренний конфликт, это же не кто-то там создал вам, это вы сами себя создали. Соответственно, если вы сами себе создали, вы их сами можете устранить. Так что здесь очень просто. И четвертый критерий. Если вы чего-то хотите, понимаете, и у вас ощущение, с одной стороны хочу, с другой стороны боюсь. Вот это тоже классика внутреннего конфликта. Хочу, боюсь. Когда человек, вот это хочу, и боюсь, хочу, и боюсь, хочу, и боюсь, и в таком состоянии тени толка, люди живут годами, десятилетиями. Потом опять же удивляются, почему ничего не происходит. Пятый критерий. Если вы там чего-то хотите, достигли, после этого у вас регулярно случаются обломы. Опять привет вашим внутренним конфликтам. Это один из вариантов самонаказания. Одна из вариантов реализации родительских директив там, либо не живи, либо не достигай успеха, когда человек вроде чего-то достигает, а потом из лояльности и любви к маме сам себе все это дело херит. Причем со стороны кажется, что это какие-то злобные силы на злобных, темные силы на злобных. Тут на самом деле человек регулярно сам совершает какие-то промы, какие-то ошибки. Деньги дают в долг вообще или там ненужным людям или без нотариальной доверенности. Вступает в отношения с сомнительными людьми, запускает бизнес-проекты, которые вообще там никак не прочитают, ну и так далее. Есть огромное количество способов, как можно уробить любой успех. И люди, у которых большое количество внутренних конфликтов, очень эффективно всем этим пользуются. Для чего? Для того, чтобы не позволить себе быть по-настоящему успешными. И быть по-настоящему успешным, жить по-настоящему хорошо можете разрешить себе только вы. Не ваши родители, не ваши бабушки, не ваши сестры, не ваши начальники, не ваши дети не могут это сделать, потому что ваш внутренний мир находится полностью под вашим контролем. Беда в том, что до сих пор у вас не было инструментов, как вы можете все это дело перестроить, как вы можете убрать вот те болячки, которые у вас, те нарывы в душе, которые есть, как заткнуть те черные дыры, которые высасывают из вашей души энергию. На тренинге практика самгипноза 4 устранения внутренних конфликтов я дам вам все эти инструменты. Инструменты очень простые. Просто берешь и делаешь. Одна техника занимает обычно от 15 до 30 минут. И вы устраняете проблемы, с которыми жили десятилетиями. Ну прикиньте, как вы думаете, стоит ли там вложить несколько тысяч рублей для того, чтобы устранить проблемы, с которыми вы десятилетиями не можете раскататься. Мне кажется, это одна из самых выгодных инвестиций в вашей жизни. Но о чем хочу сразу сказать. Это тренинг. Это не семинар. Это не лекция. Я вас там буду тренировать. У нас там будут практики. У нас там будут упражнения. Если вы хотите на самом деле получить результаты, если вы хотите вытянуть все дерьмо из своей жизни, эти практики нужно будет делать. Просто писаться в тренинг, оно ни к чему не приведет. Знаете, вот как вот, купил машину и поставил в гараже, а потом делаешь, а что это я так все медленно добираюсь на маршрутках? Нужно сесть за руль машины и поехать. Точно так же с тренингом. Чтобы он начал на вас наработать, садитесь за руль и едете. Берете в свои руки все эти технологии и начинаете последовательно применять. Они очень простые. Там не нужно никаких супер-мега интеллектуальных вещей. Я за вас, для того, чтобы для вас это было максимально просто, упростил их. Для того, чтобы сидеть, то там я сам открою, для того, чтобы самый, ну как помягче сказать, даже самый несообразительный человек, по моим технологиям, смог успешно их отработать и достичь того, результата, которого он хочет. Для всех ли подходит данный тренинг? Есть какие-нибудь противопоказания? Отлично. Очень хороший вопрос. Относительно моих тренингов по гипнозу, по самогипнозу, есть одно самое главное противопоказание. Тренинги по гипнозу, по самогипнозу категорически противопоказаны людям, которые состоят на учете в психоневрологическом диспансере. Если человек находится в состоянии активного психоза или пассивного психоза, если он наблюдается у психиатра, ему в эти тренинги идти нельзя категорически. Я не психиатр, я психолог. Я веду тренинги уже 16 лет. Я знаю, как работать с нормальными людьми. Как работать с людьми, у которых там крыша поехала, я не знаю, знать не хочу, и мне эта тематика не интересна. Мне интересно разбираться с людьми, которые нормальны, и помогать им становиться более успешным. Поэтому, если вы состоите на учете, у психиатра, пожалуйста, в этот тренинг вписываться не надо. Он может оказаться для вас опасным, реально, потому что этот тренинг он очень хорошо помогает обычным нормальным людям. Опять же, под этим видео почитайте отзывы. Но у людей, у которых крыша едет, там нужны медбратья, там нужен врач, там нужен галлоперидол, чтобы там, если чего, в общем, человека спеленали и успокоили, чтобы он там ничего не на что делал. Потому что, когда вы начинаете вскрывать вот те нарывы, которые у вас там десятилетиями были, у вас начинает идти большое количество чувств, большое количество энергии. Обычно люди с этими ситуациями вполне нормально справляются. Но если у человека вот так уже, вот так вот, у него психика расшатана для него, это может казаться слишком большим испытанием. Так что, это тренинг для нормальных, обычных людей. Если вы не состоите на учете в Псиатру, под этим видео, ссылка на предварительную регистрацию, пожалуйста, вписывайтесь в тренинг. Как понять, что цель, которую я хочу добиться, действительно моя? А вдруг она мне не нужна? Очень просто. Когда люди живут маленькими, родители занимаются их воспитанием, они занимаются их дрессировкой. И смысл школы и вуза провести отчуждение человека от себя, чтобы человек перестал чувствовать свои желания, чтобы он начал жить в башке. Потому что, когда человек живет в башке и не чувствует своих истинных желаний, ему очень легко манипулировать. Ему сказал, побежал туда, делаю, то он взял под козырек и начал делать. Может быть, вы видели, я на YouTube выкладывал специальное видео, цели дурацкие, цели от головы не живут только в голове. Чтобы понять, а ваша ли эта цель, вы там взяли себе, прописали как-нибудь квартиру, машину, замуж, карьерную, разу, увлечение, доходы, что хотите. После этого вы закрываете глаза, представляете образ того, как это может быть реализовано, как будет выглядеть картинка, что вы этого достигнете. Если у вас даже на этом этапе нет картинки, значит цель чужая. Даешь строительство, коммунизм и капитализм в отдельной взятой стороне и в голове чисто пусто никого. Это дурацкая цель, чужая цель, которая к вам не имеет никакого отношения. Соответственно, представили себе цель, представили картиночку, кладете руку себе на грудь и ваша задача почувствовать, а вот как у вас тело откликается, возникает ли у вас чувство радости. Потому что, если цель по-настоящему ваша и у вас внутри нет внутренних конфликтов по поводу этой цели, у вас тело начинает вперед качать. Потому что организм говорит, да, 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 я этого хочу. Если же у вас есть внутренний конфликт, тут как раз начинает традиционно и не толкать. С одной стороны, меня тянет, а с другой стороны страхи отпихивают назад. Меня тянет, страхи отпихивают назад. Тянет, страхи отпихивают назад. Но надо понимать, что до тех пор, пока эти страхи, которые вас назад тянут, вы не устраните, у вас так и будет болтать. Извини за мой француз, как говно в проруби. Потому что сами по себе ваши внутренние конфликты никуда не деваются. Осознание проблемы не означает ее исправление. Знаете, как? Вот человек простудился, он осознал «Ой, я простудился». Что, это приводит к выздоровлению что ли? Нет, конечно. Нужно там полежать, попить витаминчики, горячий чай с малиной и всем прочим. Точно так же осознание внутренних конфликтов не приводит к устранению внутренних конфликтов. На этом погорел в свое время психоанализ. Именно поэтому в психоанализе требуется десятилетия на то, чтобы там разобраться, знать. С моей точки зрения, тратить десятилетия – это идиотизм. У нас времени активного не так много. У нас всего 30-40 лет активной жизни, когда мы можем активно вкладываться и жить на полную катушку. И тратить 40 лет на то, чтобы разобрать старое дерьмо. Зачем? Когда это то же самое можно сделать за полчаса. Что делать, если я не верю в самолипноз? Отлично. Вот почему я люблю вот те технологии, которыми я сейчас занимаюсь? Они вообще никак не связаны с верой. Вам не нужно верить. Вы просто берете, тупо делаете по шагам. Знаете, как человек говорит? А я не верю в электричество. Тебе не надо верить. Ты подходишь, нажимаешь на кнопку на стене, и свет загорается. Это не связано с верой, потому что это технология. И я даю технологии. Потому что для того, чтобы работала всякая мистика, в нее нужно верить. В самогипноз не нужно верить. Вы просто приходите и по шагам выполняете те техники, те практики, которые я буду давать. И с удивлением начинаете замечать, как у вас расслабляется мышца тела, улучшается настроение, прибавляется энергия. Потому что я занимаюсь наукой. Что такое наука, чтобы вы понимали? Это когда у одного человека, у него есть какие-то результаты, он это дело протоколирует, передает вот этот алгоритм другому человеку, и другой человек в другой стране может достичь тех же самых результатов. Мой тренинг по самогипнозу прошло уже несколько сотен человек. Те, которые дошли до конца, они получили те результаты, которые были запланированы. Это результаты научные. Они подтверждаются людьми, которые живут в разных странах и говорят на разных языках. Поэтому это не про веру. Это про науку, про технологию. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Получается результат, оказывается, что в дамках. Стоит ли мне идти на тренинг, если я не поддаюсь гипнозу? Хороший вопрос. У меня тренинг самогипноза не то, что вот, да, вот, бандерлоки, ближе, ближе. Нет. Я подобной чушью не занимаюсь. Мне это неинтересно. Тренинг по самогипнозу – это самогипноз. Это ваша работа самим собой. Я вот описываю технологию, потом говорю, делаем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Если не хотите, не делайте колхоз, делай добровольно. Никого насильно заставлять не буду. Вы в любой момент сможете сказать «стоп, вы капитан корабля». Вы находитесь в польту управления. В любой момент вы можете остановить все эти процессы, потому что это самогипноз. Это не то, что и пошел куда-то. Это способ навести порядок в своем мире, чтобы вы могли жить лучше, с большим количеством удовольствия, лучшим состоянием здоровья, увеличенными, с заработками, большим энергетикой. Потому что поймите, пожалуйста, вы являетесь капитаном своей жизни, вы являетесь капитаном своего корабля. Просто у вас до сих пор не было руля, вот за что дергать-то. На тренинге самогипноз-4 я вам этот руль дам. Подскажу, вот где, на какие кнопки нажимать, чтобы вот те зажимы, которые у вас в теле живут, те страхи, которые живут в вашей душе, чтобы они навсегда покинули ваше тело, вашу психику, вашу жизнь. Чтобы вы могли наслаждаться жизнью по полной программе. Все? Ну, это вот пока что все вопросы, которые к нам поступили. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, пожалуйста, нажмите на кнопку лайк, подпишитесь на мой канал, порекомендуйте это видео своим друзьям. И если вы понимаете, что у вас живут здесь, вот следит, что у вас есть куча целей, которые вы никак не можете достичь, я приглашаю вас на тренинг практика самогипноза-4. Под этим видео находится ссылочка, пожалуйста, проходите предварительную регистрацию, вписывайтесь в тренинг, потому что мы, собственно, приглашаем в этот тренинг только тех людей, которые проявили к нему интерес, которые прошли у нас предварительную регистрацию. Если человек не прошел, ну, насильно мил не будешь. Зачем человека заставлять быть счастливым, если он не хочет? Мне очень понравилась фраза «Никто не может заставить человека жить, исправить человека…» Каждый человек сам выбирает жить настолько плохо, насколько он хочет. Еще раз. Каждый человек сам выбирает жить настолько плохо, насколько он хочет. Просто большинство людей этого не осознают. На тренинге «Самгипноз-4» вы сможете все эти вещи осознать и убрать из своей психики, из своей души, из своего тела. Это как раз дает ощущение целостности, получение удовольствия от жизни и огромное количество ресурсов. Ну а если вы хотите еще более мощную проработку, приезжайте на тренинг «Золотой коучинг». Там будут еще более взрывные техники, потому что там я буду работать лично, там я буду вкладываться по-настоящему на 100%. Потому что, сами понимаете, когда тренинги в живой, они все-таки более мощные, чем интернет-тренинги. Но если вы не можете приехать, тогда хотя бы в «Самгипноз-4», потому что это один из самых мощных моих тренингов. Более мощный – это «Самгипноз-5», но туда имеет смысл идти обычно после четвертой ступени. А без четвертой ступени идти в «Самгипноз-5» рановато, потому что пытаться договориться с собой. У меня пятая ступень про договор с собой. Пытаться договориться с собой до тех пор, пока вы сами с собой воюете, это очень-очень трудно. Именно поэтому у меня такая логика построения. Обязательно ступень это первая, практика самогипноза-1. Если вы ее не проходили, она у нас входит в комплект, самогипноза-4, потом самогипноз-4, потом самогипноз-5. Это, собственно, и дает ощущение целостности души, ощущение безграничных возможностей, которые перед вами начнут открываться в жизни. Итого, пожалуйста, регистрируйтесь на тренинг прямо сейчас, и до встречи на тренинге практика самогипноза-4. С вами был Павел Колесов. Регистрируйтесь прямо сейчас. До встречи на тренинге.